Если не приглядываться, деревянную опору рядом с кленом и не заметишь, такая она прогнившая. А приглядевшись, не поймешь, кто кого подпирает. Для местных жителей линии электропередач стали источником сложных вопросов, главный из которых до коля. Сейчас клену этот сучок отпадет и столб упадет. Он на клене висит, пожалуйста, смотрите. После того, как осенью заполыхала у бабы Дуси из 19-го дома, жители поняли, чье дело спасать утопающего. Вместе обратились в Розуевское отделение электротеплосетей. Такие заявления, как наши, лежат годами. Был прямой ответ. Не замечать проблему местные власти вроде бы не могут. Улица Кумысная находится буквально во дворе. Здание с флагами и от покосившихся столбов до крыльца администрации не больше 100 метров. Но похоже, расстояние оказалось непреодолимым. И уже больше двух лет жители не могут достучаться до чиновников. Штурмовать бюрократическую лестницу мы отправились вместе. Руководитель аппарата районной администрации принялся распутывать чиновничью цепочку прямо перед камерой. Звонил в Розаевскую мэрию. С десяток раз был переадресован к различным столоначальникам. Снова и снова объяснял проблему. Вообще вот стыдно, конечно, вот так вот мне сейчас стоять перед этим, перед объективом. И концов найти не можем. В итоге узнали, по крайней мере, судьбу письма жителей на имя мэра. Ответ отправители ждали еще с января и уже отчаялись. А сегодня какое число у нас? А почему вы установлены законным сроком? Не смогли ответ дать никакого? Оказалось, письмо хоть и поздно, но все-таки направили в Розаевские электротеплосети. Мол, пусть там разбираются. Жители Волокиты недовольны. Когда обстановка стала почти взрывоопасной, в кабинет заглянул чиновник из энергосетей. Сказал, не можем заменить опоры, покуда не спилят деревья. Обращайтесь в автохозяйство. Да и не забудьте про дороги, чтобы техника могла подъехать. В общем, пишите письма.